А в Хабаровске свое мастерство показали авторы снежных скульптур. Здесь впервые прошел подобный фестиваль. Трое суток мастера трудились, вырезая из искусственного снега трехметровые скульптуры на тему Года экологии. На мероприятии побывали и наши коллеги из Хабаровска. Хоть снега накануне конкурса выпало предостаточно, его пришлось выбросить, так как для создания снежных фигур годится только искусственный. Спрессованный в блоке, он по прочности не уступает бетону. Для каждой из десяти команд был заготовлен блок высотой 3 метра, вмещающий 27 кубометров снега весом 30 тонн. Его только высыпает, он уже уплотняет. А если сейчас притрамбует его, вообще он будет, как камень. Если он хочет, что хочет, то и делает. Все были поставлены в одинаковые условия. За трое суток нужно из трехметровой заготовки изваять произведения искусства. Только инструмент у всех разный. Терки и другие приспособления для работы по снегу многие сделали самостоятельно. Также организаторы отошли от мировых стандартов при изготовлении снежных фигур, разрешив участникам использовать электроинструмент. Мы на этом конкурсе специально разрешили работать электроинструментом, потому что в Китае электроинструментом работать запрещено на конкурсе «Снежный скульптур». Не знаю, по каким причинам это сделано, но мы разрешили по той причине, что можно отрезать любой кусок аккуратно и поставить его наверх. Победителями и обладателями главного приза 60 тысяч рублей стала команда Максима Усенко и Максима Андросова с фигурой общежития, изобразившие ржавую бочку из-под мазута, ставшую этаким теремком для обитателей Арктического побережья. Традицию проведения фестиваля планируется сохранить и в следующем году провести уже международный фестиваль. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.